Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, как паршивец Google следит за вами. То есть, как он собирает вообще всю статистику. Ну, не всю статистику. Сегодня расскажу про статистику местоположения. То есть, он знает, где вы были, какие фотографии делали, в какое-то время было. И вообще все-все-все-все-все. И покажу, как это отключить. Если вам все равно, просто для интереса посмотрите. Если вы не хотите, чтобы Google это делал с вашими личными данными, по большому счету. Я вам покажу, как это отключить. Итак, друзья, смотрите. Заходим с вами в настройки. И находим пункт вот такой под названием «Местоположение». Вот здесь вот он. Ну, или у себя через поиск найдете, если он где-то в другом месте. Местоположение, ребята, у вас будет... Именно нас интересует вот нигде геолокация для работы или что-то еще. Нас интересует именно вот геолокация Google посередине в данный момент сейчас. И нажимаем «Историю местоположения» после геолокации Google. И, в принципе, нас с вами перекидывает на аккаунт наш, да? И смотрите, ребята. Теперь у нас стоит, во-первых, галочка. Если у вас включена история местоположения, то это беда. Как бы он следит за всем. Что мы с вами видим? Во-первых, прочитайте вот этот абзац, где четко написано, ребята, что функция сохраняет данные о том, где вы побывали с устройством, даже в те моменты, когда мы не используем сервисы Google. То есть в любой момент. Это, конечно, они благими намериями прикрываются, но они за нами в любой момент могут смотреть. Теперь смотрите, ребята, что они знают. Переходим в пункт управления историей. Вот этот вот. Хороший пунктик такой, замечательный. Вот. Переходим. И теперь смотрите, друзья. Нас с вами перекидывает на карты Google. И я сегодня практически никуда не ходил, был дом занят, да? Вот я нажимаю здесь вверху «Сегодня» и меняю это, например, на вчерашнее число. И вот он мне выдает. То есть за вчерашний день. Темно-синим – это я на машине ездил. Светло-синим – это я шел пешком. Вот я с утра пошел, сходил на ярмарку, на рынок, прошел еще на эту ярмарку и вернулся домой. А вечером я поехал к родителям. Из дома сюда заехал, отвез их домой, потом заехал к другу и вернулся снова домой. Ребята, но это даже не все. Видите, когда была ходьба, когда машина все знает. Если мы вернемся с вами не вчера, а позавчера, то смотрите, он мне показывает. Да, чувак, вот ты позавчера, вот здесь ты прошелся пешком, а вот тут ты поехал и был на работе в такое-то время-то. И он нам показывает, что вы были с 8.30, с 8.13 до 16.27 на работе в этом месте. Вы сделали такие-то фотографии. Это я на кожзаводе работаю, кожу фотографировал. Потом вы пришли домой, зашли в пятерочку. Потом он не знает, что вы делали, 8 минут. А вечером вы были дома и сделали еще фотографии. То есть вот я тут мебель собирал, да, сделал фотографию. Опять же он это видит, все это знает. Это он может на своем сервисе просматривать, сервере. В любой момент. Ребята, если вы нажмете, он несет сверху места, потом города и все прочее. Смотрите, что происходит дальше. Нажали вы места. Он вам покажет на карте все места, где вы были. А если вы нажмете на это место, он покажет, когда вы были. Дальше смотрите, если вы нажмете города. Вот, например, город вдали, да, вот красная точка. Вот она. Смотрите, что он знает про нее, про эту красную точку. Нажимаем на нее. Мичуринск, да, Тамбовская область. Когда это было? Это было в июле 2019 года. А нахрена я здесь, что я делал? Нажимаем на три точки, убираем последнее посещение. И он вам показывает, что вы выехали из своего дома на поезде. Вот здесь вот у нас на поезде доехали до пятерочки. Затем пересели на автомобиль и поехали в город Ростыш, Воронежская область. Это был 27 июля 2019 года. То есть вся эта информация, ребят, хранится у Google на сервисе. На сервере абсолютно вся. То есть если вы посмотрите, вот я был в Москве, да. Вот я был опять здесь. Если южный регион посмотрю. Вот я был в Краснодаре, в июле, Стасадок, Кисловодск. Все-все-все, Минвода, он всю информацию собирает. И нажимая на любой город, ребят, он вам показывает, когда вы здесь были, что вы здесь делали, в какой период времени были. Про вас все, как видите, все известно. Абсолютно все. Поэтому, друзья, чтобы этого не было, конечно же, надо отключить историю местоположения. Вот это вот. Ну, прежде чем отключать, автоматическое удаление у нас отключено. Если вы не хотите историю, вдруг вам она нужна для чего-то, вы какие-то делаете там, ну, где вы побывали, что вы делали, что-то там, ну, используете сервисы. Нажмите, например, вот сюда тогда. И вы поймете, что это автоматически удалять данные от действий по сечению указанного срока. То есть это вот три месяца. И через три месяца история у вас будет пропадать, и все. Это как лайтовый вариант, да, если вам нужна история, но нужна в определенный промежуток времени. Или 18 месяцев можете сделать, тоже, в принципе, имеет право на жизнь. Но если вы не хотите вообще сохранять историю, не хотите, чтобы Google вообще знал о вас, где вы были, что вы делали, отключите ее совсем. Отключите. И все, теперь он не будет сохранять никаких данных, не будет ничего, а вас знать не будет записывать ни где вы были и ни что вы делали. Как бы, может быть, это не критично, то, что Google собирает всю эту информацию, но в любом случае как-то где-то в душе неприятно, и задаешься вопросом, нахрена им это нужно. Зачем они собирают обо мне, если я этого как бы не хочу? Ну, зачем? Я ее отключаю, ребят, а уж вы смотрите самостоятельно, то есть все на свой... Ну, сами думайте, нужно вам это или нет, но вот таким образом Google знает о том, где вы были, в какое время, какие фотографии делали, что, все-все-все прочее. Все, ребят, надеюсь, видео было полезным. Спасибо, удачи вам, всех благ, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok